Всем привет! Сегодня уже 20 февраля в Московской области. Я решила рассадить по отдельным стаканам однолетний дельфиниум гиацинт. Я показывала вам его всхожесть. Была отличная, наверное, 100%. Значит, высевала 6 ноября 2022 года. Оставила в теплице горшок и в первых числах февраля я занесла. Отлично! Он взошел. Имеет уже по 4 настоящих листика. Хотя, знаете, можно было бы, в принципе, еще оставить его здесь, в этом горшке. Но я посмотрела на дно. Смотрите, уже какие корни вылазят. Поэтому я решила, что пора. Значит, приготовила я емкости. Это пол-литровые стаканы. Я их использовала в прошлом году. Помыла. И в этом году также их буду использовать. Если старое, обращаться аккуратно. Можно использовать и не один год. В прошлом году, конечно, я сделала дренажные отверстия. В основном это почва-смесь, которую я готовлю с осени. Я уже много раз говорила, что землю я не покупаю. Готовлю ее сама. Значит, здесь компост, зола, торф, агробалт и немножко биогумуса. Поэтому у меня в наличии его осени не было. Поэтому я сейчас добавила еще биогумуса. Значит, с осени проливаю все это бактериями. Я обычно готовлю ее в сентябре. И вот до ноября, в принципе, тепло в теплице. Бактерии работают. Все отлично. Затем эта земля за зиму промерзает. Вот сейчас, недавно, неделю назад, я ее занесла. Готовлю. Стаканчики набиваю заранее. И также слегка проливаю опять-таки бактериями. Это или сияние номер один, или фитоспорин. В общем, набила я стаканы. Все, и теперь буду рассаживать. Вытаскиваем, смотрим. Смотрите, какие у нее действительно корни мощные. Уже окольцовывать стал горшок. Поэтому, думаю, что вовремя я начала. Так, сейчас я возьму емкость, чтобы удобно было такой. Вот так вот. Аккуратно. Я сильно корни рвать не буду. Вот как есть, буду пересаживать. Хочу по одному посадить. Честно говоря, дельфиниум я выращиваю вообще первый раз. А этот сорт я никогда даже вживую не видела. Но очень он мне понравился на картинке. Семена домашние. Покупала у цветочницы. И вот. Смотрите, какой красавчик. Раз, два. Здесь три четвертого настоящих лист лезет. Вот такие корни у него. Уже большие. Прям корневая система мощная. Смотрите, какой маленький саженец. А корни огромные. И здесь все очень просто. Делаю отверстия поглубже, так как корни большие. Корень я не обрываю. И вот так по семи дольки я буду рассаживать. Слегка уплотняю вот здесь стебли. Вот и все. Так буду пересаживать. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Но сейчас буду по одному сажать. Если где-то, может быть, маленький будет саженец, то я по два буду в стаканчик делать. Какие помельче, буду по два. Потому что здесь их очень много. Схожесть великолепная. Хотя семена я покупала в прошлом году. О, какой корень. Смотрите. Громедный просто. Я даже не знала, что у дельфини вот такие корни большие, мощные. Оборвать не буду. У этого синица уже раз, два, три, четыре. Пойдет четыре настоящих листа. Развивается он довольно-таки быстро. По сравнению с другими цветами многолетникими, которые я тоже в теплице держала. В феврале занесла. Они помедленнее развиваются. Так, ну что, пересадила я дельфиниум. Хотела по одному, но сделала по два, потому что очень много. Кажется, в горшке не так много, а начинаешь рассаживать. Это просто невероятно. Один стакан, только один посадила. Это для сравнения. Посмотреть, как будет развитие. Или по одному лучше, или по два. Вот, я не знаю, как дельфиниум отзывается на пересадку. Когда его рассаживаешь из общей плошки, будет он болеть, не будет. Не знаю, посмотрим. Ну, что отойдет, что приживется. Так, что теперь? Земля у меня изначально, я уже сказала, пролита с фитоспорином. Слегка, чтобы она такая была влажная, не сухая. А сейчас я уже полью возле стебля. Это гуматкалия. Сделала раствор. И слегка, прям там, где сидит растение. Вообще, у меня эта рассада стояла под лампой. Сейчас я под лампу ставить не буду сразу. Вот здесь, на столе, возле окна. Она сейчас постоит. А вечером я уже под лампу поставлю. Вот таким образом. Знаете, надо было, наверное, все-таки чуть-чуть даже пораньше его пересаживать. Потому что у меня такое ощущение, что он немножко подвял. То есть не хватало ему питания или что. Потому что я так поливала. Посмотрим, лишь бы прижился. Очень уж красивый цветок. В следующем году, когда буду собирать свои семена в этом году, я, конечно, рассадой не буду заниматься. Буду высевать сразу в открытый грунт. Ну и сейчас что еще? Обмою стаканы от грязи, чтобы чисто было все. И оставлю. Вот таким образом. Приживайтесь, мои хорошие. Все, потом я вам через недельку или через две покажу, как они будут выглядеть. Я надеюсь, что болеть не будут. Я решила сегодня также рассадить гайлардию. Низкорослую здесь смесь. Также высевала 6 ноября 2022 года. И в начале февраля я занесла ее из теплицы. И вот взошло у меня 8 растений. Я не знаю, насколько тугов схожие семена гайлардии. Но вот, по крайней мере, 8 штук у меня взошло. Посмотрела. Здесь тоже уже корни появляются из отверстий. Имеет по два настоящих листа. И образуется уже третий лист. Сделала также пол-литровые стаканчики. Вот смотрите, какие уже корни у нее. Почва-смесь у меня та же. Буду рассаживать. Крупные я посажу по одному. В стаканы. А один стаканчик. Два. Рассажу растения. Я хочу гайлардию эту посадить в каменный цветок. У меня там низкорослые растения. Вот как раз куртинкой и посажу. Смотрите, какие у нее корни. Тоже мочковатая корневая система. Все то же самое. Как и дельфинию. Интересный у нее лист такой. Немножко пушистый, как игольчатый. Я первый раз выращиваю этот многолетник. Если будет смесь, красиво будет смотреться. Я думаю, цветники. Лишь бы прижились. Я с этих стаканчиков пол-литровых хочу уже и высадить в открытый грунт. То есть я больше тару ей давать не буду. Вот пол-литра, думаю, будет достаточно до высадки. Если что, сверху подкормлю биогумусом. Я думаю, нормально будет. Я люблю низкорослые растения. Такие альпийские, можно так сказать. Вот каменный цветок у меня, конечно, практически состоит из альпийских растений. Хорошие сеянницы. В пакетике, конечно, было побольше семян. Но вот зашло 8. Это отлично. Мне будет достаточно для одного цветника. Подсыпала я сверху еще вермикулит. Чтобы листочки с землей не соприкасались. Так же пролью. Это раствор гумато-калия. Проливаю прямо у растения. Это чтобы убрать воздушные камеры. Чтобы корни соприкоснулись с землей. И все. Много не поливаю. Я уже говорила, что почвосмесь влажная. Этого будет достаточно. Кстати говоря, у дельфиниума у меня тоже вермикулит подсыпала. Все. Сейчас они у меня постоят здесь просто на столе. И я потом под лампу поставлю. Надеюсь, приживется. Еще обмою стаканы. Чтобы чистые были. И потом под лампу. Я вам хочу еще показать. У меня начались сходить. Начали перцы сладкие. Которые я высевала 15 февраля. Это ложка с посевами сладкого перца. Посмотрите, уже начали всходить. Этот сорт практически 100%. Весь на петельках. Самый первый, это ропышка, вышел. Вот еще один сорт. Весь на петельках. Здесь петельки появляются. 15 февраля высевала. В принципе, неплохо. Всходят. Семена я замачивала, показывала. Но не до проклева. Просто на один день замочила. Я, конечно, пленку сняла. И сейчас просто эта ложка стоит на теплом коврике. Прям чуть-чуть, чтобы был с подогревом. В общем, перцы начали всходить. Еще хотела показать баклажан. Высевала здесь 10 штучек. И вот один торопыга уже вышел. Раскрыл семидольки. Я, честно говоря, баклажаны в этом году не хотела мне выращивать. Но мне попросили вырастить рассаду. Но оставлю себе пару кустов. Я их выращиваю, тоже неоднократно уже показывала, в мягких 35-литровых контейнерах. И они у меня стоят на улице. Посмотрим. Кстати говоря, семена были просрочены. Это король севера или король рынка. Точно сорт не помню. В общем, год как просроченный. Посмотрим, зайдут они или нет. 10 штучек. Так, у меня, в принципе, на сегодня все. Вся работа по растениям. Вся рассада стоит у меня, конечно, под лампами. У нас погода днем минус 8. Ночами у нас минус 18. Так что холодно и очень много снега. Я вас хочу еще пригласить в свой телеграм-канал. Приходите, подписывайтесь, пишите комментарии. Выставляйте свои фотографии, чем вы занимаетесь. Не только растения, но и вообще свое творчество. Там уже становится интересно, потому что вы приходите. Мы с вами общаемся. Так что подписывайтесь, заходите. Я думаю, что будет интересно. Там информация поступает быстро. Можно переписываться, можно делиться фотографиями друг с другом. В общем, приглашаю. Я оставлю ссылку на телеграм-канал в описании под этим видео. Подписывайтесь. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока. Спасибо.